Макси Маркетс – единственный финансовый брокер, входящий в ассоциацию российских банков и в ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Макси Маркетс используют порталы Вести Финанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 10 февраля. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Маркетс. Азиатскую сессию пятницы евро-доллар провел в унылом боковом диапазоне, расслабляясь после падений и головокружительных взлетов предыдущего дня. Появление на новостных лентах сообщений о том, что Конституционный суд Германии выразил сомнение в законности действия ЕЦБ, использующих общерегиональные фонды для финансирования проблемных стран, активизировало продавцов единой валюты, курс которой на снижении протестировал уровень 1,3552. В этой зоне валюта стабилизировалась, но публикация основного отчета по занятости в США и резкое ослабление доллара вновь изменили ценовую динамику валюты. Не дотянувшие до прогнозов январьские показатели занятости после слабых декабрьских данных разочаровали инвесторов и усилили спрос на евро. Курс пары начал резко расти, достигнув максимальный уровень на отметке 1,3642. Попытка медведей разрядить ситуацию и вернуться к прежней нисходящей тенденции ни к чему не привела. Откат пары от достигнутого максимума быстро восстановился и на закрытии недельной торговли евро-доллар вновь протестировал уровень 1,3640. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем завершение коррекционного подъема пары в ценовой зоне 1,3650-1,3670, а затем разворот и возобновление снижения курса единой валюты к целевым уровням 1,3583-1,3550-1,3507. Не исключаем также при открытии недельной торговли возобновление нисходящего движения единой европейской валюты против американского доллара непосредственно от текущих ценовых уровней. Европейская сессия пятницы несколько разочаровала инвесторов, поскольку экономическая статистика из Великобритании продемонстрировала противоречивые результаты. Внешнеторговый баланс за декабрь показал существенное восстановление, так как дефицит баланса сократился до 7,7 млрд фунтов стерлингов вместо прогнозных 9,3 млрд. Однако декабрьский объем промышленного производства не порадовал в очередной раз, не дотянув до ожиданий, вновь подтвердив рыночные опасения по поводу замедления темпов роста британской экономики. В результате курс пары от азиатского максимума 1,6358 скатился к минимальному дневному уровню 1,63 ровно. Тем не менее, быкам удалось восстановить ситуацию. Слабые американские данные по занятости и падение доллара по всему спектру валютного рынка вызвали резкий рост спроса на конкурентные валюты. Курс пары на этом фоне начал стремительно расти и к концу дня зафиксировал новый недельный максимум на отметке 1,6418. В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем возобновление снижения пары и попытку продавцов британской валюты протестировать на пробой минимальный уровень прошлой недели 1,6252. Если пробой состоится, фунт доллар продолжит снижение к целевому уровню 1,6220 и ниже. Если же пробить минимальный уровень не удастся, курс британской валюты возобновит восходящую коррекцию от текущих ценовых уровней в направлении 1,6438 и 1,6466. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на понедельник. Волатильный рост металлов на торгах в пятницу изменил положение металлов относительно их уровней поддержек и сопротивлений. Ближайшее краткосрочное сопротивление по золоту находится сейчас на ценовом уровне 1,271 доллара за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх откроет путь к следующим целям – 1,280 и 1,292 доллара за унцию. Ближайший уровень поддержки металла расположился на уровне 1,265 долларов. Если он будет пройден, станет возможным дальнейшее снижение к ценовым уровням 1,260 и 1,256 долларов за унцию. Ближайшее краткосрочное сопротивление по серебру расположилось на отметке 20,50 долларов. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к целевым уровням 20,60 долларов и 21,00 долларов за унцию. Уровень поддержки серебра сместился к отметке 19,60 долларов. Если котировки преодолеют его, снижение продолжится далее к ценовым уровням 19,40 долларов, 19,00 долларов ровно и 18,60 долларов за унцию. В экономической статистике понедельника Япония опубликует индикаторы текущей экономической ситуации и экономических перспектив за январь, а Банк Японии представит итоговое сальдо счета текущих операций за декабрь. В Швейцарии отчитается по изменению числа безработных и уровню безработицы, предыдущий показатель 3,2%. Еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов в региональной экономике. А в Канаде выйдут данные по количеству закладок новых фундаментов под строящееся жилье. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. MaxiMarkets – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от MaxiMarkets используют порталы Вестифинанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка.